Даниил Харрис 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 принесите лампу сейчас загорится и действительно электричество опять загорелось тут что-то неладно сказал полкарыч ты мухит и ты громко говорите сбегайте в соседний дом и узнаете если там электричество не тупо как у нас то нужно будет позвать мантера мухит и громко говорите убежали и скоро вернувшись сказали что кроме как в детском доме электричество тупло на третий день по всему детскому дому ходил мантер длинные двойной лестнице и стримянки ничего на другой день подзвали другого монтёра нового монтёра смотрел провода уроки счетчик слазил на чердак и сказал что теперь то уж все в исправности но вечером электричество потухло опять на следующий день тоже на шестной день снова электричество потухло на седьмой день 124 детский дом приезжали какие-то люди и электричество потухло опять ну что тут поделаешь на восьмой день тоже на следующий девятый день громкоговоритель подошел полка ручью и сказал товарищ учитель можно я починю электричество а ты разве умеешь сказал полка ручь умеет ну валяй попробуй а вот никому не удавалось и тебе удастся громкоговоритель побежал в прихожую взлез на вешалку поплыал для вида около счетчика постучал мраморную дощечку и слез обратно и что за чудо с этого дня в 124 детском доме электричество горит себе и не тухнет а 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 ок до а а Чтоб боялся, бальтик, бальчишка Есть растилка, а дразнилки есть конек А дразнилки есть конек А ведь она без кармана потеряла отношение А ведь она без кармана потеряла отношение Зачем почишь, чтоб отмануть? Ну, так же можно знать Возьмите, подстаняя на Нужно чего-то держать Планетку, швачку, и риску и водяной пистолет Оттачу я самую сонку, в которой страшный Сиди, молчишка Есть растилка, а дразнилки есть конек А дразнилки есть конек А ведь она без кармана потеряла отношение А ведь она без кармана потеряла отношение Зачем почишь, чтоб отмануть? Ну, так же можно не знать Возьмите, подстаняя на На секунду мира держать Страны, где-то в маку И в точке первых стихон Из страны, как наши пятки Вода и звезды, и вверх У мальчишек Есть растилка А дразнилки есть конек А дразнилки есть конек А ведь она без кармана потеряла отношение А ведь она без кармана потеряла отношение И в течение А ведь она без кармана потеряла отношение Вот уже третий день я держу на диване, и меня от страха трясет. Я ничего не понимаю. Случилось это так. Третьего дня, когда я убирала свою комнату, я решила снять портрет своего приятеля, Карма Шустерлинга, со стены. Вытерла с него пыль и повесила его обратно. Потом я отошла, чтобы издали взглянуть, не криво ли он висит. Но когда я взглянула, то мне похолодели ноги, а волосы стали на голове дымом. Вместо Карла Ивановича Шустерлинга на меня глядел страшный бородатый мужик в дурацкой шапочке. Я с криком выскочила из комнаты. Как мог Карла Ивановича в одну минуту превратиться в иностранного бородача? Мне никто не может объяснить этого. Может быть, вы скажете мне, куда делся, мой дорогой Карл Иванович? Нет, сюда же он делся, я нигде не могу его найти. Просто я на ищу вещи загадки не могу. Астин Длинка. Пэффи Длинный Чулок. Монолог Пэффи. Как вы себя чувствуете, дорогая тетя Лаура? Говорите, что не важно? Вы стали точной, как моя бабушка. Она тоже вдруг стала очень нервной и тоже волновалась по самым пустякам. Вот, к примеру, шла она как-то по улице. И вдруг ей бам! На голову пал кирпич. Ей бы идти спокойно дальше. Она начала кричать, прыгать, метаться. В общем, подняла такой шум, что можно было бы подумать, будто случилось несчастье. А вот другой случай. Как-то раз они пошли с тобой на бал. И там они танцевали танго. Папа мой очень сильный. И он как-то так случайно толкнул бабушку, что она перелетела через весь зал и наскочила на контрабас. И что вы думаете? Она сохранила спокойствие? Нет, опять принялась кричать, прыгать, метаться. В общем, подняла такой тарарам, что папе пришлось взять ее за шиворот и выстудить в окно, чтобы она успокоилась, отдышалась и перестала нервничать. Но и это не помогло. Бабушка не унималась и выпила, как оглашенная. «Тащи меня назад!» И папа, конечно же, выполнил этот каприз. Ну, не швырежь ее с пятого этажа на улицу. Сами понимаете, мне было бы ей приятно. Но папа мой понял, что не так-то легко отучить здоровую капризничать из-за пустяков. И очень огорчился. «Да что ей говорить!» «Трудно иметь дело с такими людьми, у которых нервишки пошаливают!» Так что я надеюсь, что вы поправитесь. А для этого вам надо принимать успокаивающее средство. Например, лисий яд. Да-да, что вы удивляетесь? Лисий яд в одной столовой ложке в день. Это я вам говорю. Лучшего средства нет на свете. После того, как бабушка начала принимать лисий яд, она пять месяцев сидела, не шелохнувшись, и не вымолвила ни слова. Стала тихая, как мышка. Одним словом, совсем поправилась. И что бы ни случилось, она никогда уже больше не нервничала. Хоть миллиард кирпичей, поди ей на блок, а на сетин себе это посиживает. Так что я надеюсь, что вы в скором времени поправитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Девушки отдыхают 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 Но здесь была некая причина, которая, смотрим, откроется. Аплодисменты 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 Надежда Дэфи. Экзамен. На подготовку к экзамену по географии дали три дня. Два из них мальчика потратила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой. На третий день вечером села заниматься. Открыла книгу, развернула карту и сразу поняла, что не знает ровно ничего. Ни рек, ни горы, ни городов, ни морей, ни заливов, ни бурт, ни губ, ни бережей. Ровно ничего. А их было много, и каждая штука чем-нибудь славилась. Индийское море славилось тайфуном, тулов пряниками, фамбасами лесами, длинно за степями, Венеция каналами, Китай уважением к предкам. Все славилось. Господи, дай выдержать экзамен по географии Робе Твоей Марии. И написала на полях карты. Господи, дай, Господи, дай, Господи, дай. Три раза. Потом загадала. Напишу двенадцать раз, Господи, дай. Тогда выдержу экзамен. Написала двенадцать раз, но уже дописав последнее слово, Сама себя уличила. Ага, рада, что до конца дописала. Нет, матушка, хочешь выдержать экзамен? Так напиши еще двенадцать раз, а лучше и все двадцать. Достала тетрадку, так как на поля карты было места мало, И села писать. Писала и приговаривала. Поображаешь, сто двадцать раз напишешь. Такие экзамены не держишь? Нет, милая моя, напиши-ка пятьдесят раз. Может быть, тогда что-нибудь и выйдет. Пятьдесят? Обрадовалась, что скоро оделаешься, а? Сто раз, или злого меньше. Перо трещит и кляксит. Малечка оказывается оттужина. И чаю. Ей некогда. Щеки у нее горят, ей еще трясет от спешек. Как радость на работе. В три часа ночи, исписав три тетради и клякс папир, Она уснула над столом. Тупая и сонная пошла она в класс. Все уже были в сборе и делились друг с другом своим волнением. Пошел учитель, сел, наднодушно собрал все билеты И, аккуратно расправив, перетасовал их. Тихий сон прошел по классу. Заволновались, заколыхались, как рожь под ветром. Маня Куксина, пожалуйте сюда. Малечка взяла билет и прочла. Климат Германии, природа Америки, города Северной Америки. Пожалуйста, госпожа Куксина, что вы знаете о климате Германии? Малечка посмотрела у него таким взглядом. Точно хотела сказать. За что мучаешь животных? Задыхаясь, пролепетала. Климат Германии славится тем, что в нем нет большей разницы между климатом Севера и климатом Юга. Потому что Германия чем южнее, тем севернее. Учитель приподнял одну бровь и внимательно посмотрел на Манечкин рот. Так, подумал и прибавил. Вы ничего не знаете о климате Германии, госпожа Куксина. Расскажите, что вы знаете о природе Америки? Манечка, точно подавленная, несправедливым отношением учителя к опознаниям, опустила голову и кротко ответила. Америка славится пампасами. В эту минуту прибавил чуть слышно, а пампасы льи носами. Учитель вздохнул, шумно, точно проснулся и сказал с чувством «Садитесь, госпожа Куксина!» Закончились уроки, и я домой спешу. Я нарисую собаку и дома полежу. Учил, учил уроки, мне папа говорил. Учил, учил уроки, мне папа говорил. Учил, учил уроки, а то вы лучше живойте. И папу, гай, учишься, об этом же делить. И тут я вспоминаю, пора перекусить. Нарезать кутерброды и чая заварять. Вот супы есть коклеты, но я их не хочу. А впрочем, телевизор сначала я включу. А там учил, учил уроки, грозит мне диктор скромный. Учил, учил уроки, реклама говорит. Учил, учил уроки, а то получишь сбойки и попукаем у кеша. А в этом же твердит. Учил, учил, учил уроки, мне шепчет лунтик строгий. Учил, учил уроки, не знай, не говори. Учил, учил уроки, а то получишь сбойки и попукаем у кеша. Об этом же твердит. Учил, учил уроки, мне пишет баба строгий. Учил, учил уроки, реклама говорит. Учил, учил уроки, а то получишь сбойки и попукаем у кеша. Об этом же твердит Учи-учи уроки А то получишь двойки И попробуй мою киши Об этом же твердит Николай Александрович Островский Бешеные деньги Монолог людей Считает Ксения Шурупов Ведь вы найдете Маленькое средство Выйти из-за этого положения Ведь вы непременно найдете Так оставаться нельзя Ведь не погинем же мы в Москву Не уедем в деревню А в Москве мы не можем жить как нищие Так или иначе вы должны устроить Чтобы в нашей жизни ничего не изменилось Я ведь зимой должна выйти замуж Составить хорошую партию Ведь вы мать Уже ли вы этого не знаете Уже ли вы не придумаете Если уж не придумали Как прожить одну зиму Не уронив своего достоинства Вам думать Вам Так зачем же вы мне это рассказываете То, чего я знать не должна Вы лишаете меня беззаботности Вы лишаете меня спокойствия Которое составляет Лучшее украшение девушке Думали бы вы, мамон, одни И плакали бы одни Если нужно будет плакать Ну скажите Ну разве вам легче будет Если я буду плакать вместе с вами Ну скажите, мамон, разве легче? Так зачем же мне это плакать? Зачем вы навязываете мне заботу? Забота стали У меня морщины на лице Чувствую, как постарела на Сесять лет Я никогда не знала Не чувствовала нужды И не хочу знать Я знаю магазины Белья, мехов Шелковых матерей Я знаю, что когда что-то нужно Идут туда Берут вещи Отдают деньги А если нет денег Белятками приехать надо Но Откуда берут деньги? Сколько их нужно В год, в зиму? Я никогда не знала И не считаю Нужным знать Я никогда не знала Что значит дорого Что дешево Я всегда считала это все Жалким Мещанским Копеечным расчетом Я с дружой мерзенья Отстраняла от себя Такие мысли Помню Когда я ехала из магазина Мне в голову пришла мысль Не дорого ли я заплатила? И так стало стыдно Что я вся покраснела И не знала Куда спрятать лицо Между тем Я была одна В карете Я вспомнила Одну пучинку Которую торговала Супматерией Ей жалко Ей много денег отдать И все Это запустить Она Подержит его Да положит Потом Опять возьмет Пошепчется с какими-то Двумя здоровыми А потом опять положит А коми смеются Ах, маман Зачем вы меня мучаете? Невозможно Невозможно Вся Москва узнает Что мы разорены Нам будут являться С кислыми лицами С придворным участием С глупыми советами Будут качать головами Ахать И все это так Искусственно Так форменно Поверьте Никто не заставит Себе и труда Притворительно Но что же нам делать? Что делать? А не терять Своего достоинства Обделывайте Зановую квартиру Покупайте Новую мебель Пошлите новые Ливии людям И чем дороже Тем лучше Он За все заплатит АПЛОДИСМЕНТЫ Если барышка считает, что в романе все одно, О делах ее без краски, все отлично, хорошо. Значил барышка шестнадцать, и семнадцатый пошел. Если барышка считает, что в руке кольцо, Если барышка считает, это видно перед суммой. И встань с тобой помчится, будто кто ее позвонил. Скоро, видимо, слышится первый выход в белый балл. Все барышку пугает, все барышку манит. Дома маменька ругает, дома маменька бронет. И примерно потом приводит образец иных манер. Что же глазом ее несет этот стройный кавалер? Субтитры делал DimaTorzok 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 Такое затруднение выбора. Если бы еще один, ну два человека, а то четыре. Ой, как хочешь, так и выбирай. Вот Никонор Иванович, конечно, не дурен. Возьми, возьми. Хотя, конечно, худоща. Да Иван Павлович тоже не дурен. Да и сказать правду, Иван Павлович, тоже худе толстый, ведь очень видный мужчина. Прошу покорник, как тут быть? Балтазар Балтазарович, опять мужчина с достоинством. Ой, уж как трудно. Так можно сказать нельзя, как трудно. А если бы губы Никонора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да прибавить к этому еще и дородности Ивана Кузьмича, я тогда точно же решилась. Ой, а теперь поди и подумай, даже голова стала болеть. Я думаю, лучше всего кинж рейли. Положите во всем на волю кожу. Кто выкинется, тот и муж. Напишите их на бумажке, сверну в трубочки, да и крикуй, что будет. Ой, какое несчастное положение девицы. Особливо еще и влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это и даже просто не хотят понять этого. Вот они все уж готовы. Остается только положить их, зажмутить глаза, да и пусть будет, что будет. Страшно. Ах, если бы волк дал, что вырос Никонор Иванович. Нет. Отчего же он? Пусть же Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? С чем же будут те, другие? Нет, 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 не хочу. Какой выберется, такой пусть и будет. Ой, все, все выкидывались. А все же так уколоются. Нет, нет, нет. Одного, одного, непременно одного. Одного, одного. Ой, белье забыло. Одного, 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 непременно одного. Одного, 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 непременно одного. Я знаю, точно придёт, ожидая его, конечно, дёргаюсь немного, Может, выйти забыл, потерчил я по телефону, он секреты открыл, Все секреты по карманам, я гуляю за вермами. О, когда мы были, полетел из-за дна, и ты уходишь ко мне, И ты похожий на тот, такой же белый и красивый, никому не отдам. То, что в веку я покрою, слизи выдам дома, Я попробую кусочек, и дойдём с тобой до точек. Субтитры создавал DimaTorzok Диана Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана 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 КОНЕЦ КОНЕЦ